Более 150 команд со всей России собрались в городе Видное на соревнованиях по червидингу. Этот вид спорта в нашей стране относительно молодой, но стремительно набирающий темп развития. В соревнованиях приняли участие дети от 6 лет, юниоры и взрослые. Для того, чтобы состоялись эти масштабные соревнования, мало было только предоставить Видновский дворец спорта, надо было еще организовать и в том числе тренировки для спортсменов. Несколько школ города были задействованы, начиная с 2-3 часов дня до позднего вечера. Вот эти все 100 с лишним команд распределились. Полностью все службы задействованы, и как с точки зрения безопасности, с точки зрения наведения порядка, чистоты в городе, все это есть. Организация прекрасная, такой праздник сделали. Видные молодцы, очень хорошие, на большом высоком уровне. Соревнования по черлинингу проходили во дворце спорта два дня. В первой выступали младшие от 6 до 12 лет и юниоры. В перерывах между выступлениями у ребят была возможность еще и еще раз отрепетировать свой номер. Большое помещение, большое пространство, можно свободно прыгать, прыжки, фляги, поднимать станты и не бояться, что ты ударишь кого-то поблизи. Черлининг, как вид спорта в России, зарегистрирован в 2007 году и уже перестал быть лишь дополнением к проведению различных соревнований. В прошлом году он прошел предварительное признание Международного олимпийского комитета. И сегодня на соревнованиях в Видном собравшиеся спортсмены из 26 регионов России возможны претенденты на олимпийские медали. Дворец спорта Видное еле вмещает всех наших спортсменов. Мы благодарны администрации Ленинского района за теплый прием, за то, что эти стены вмещают такое огромное количество спортсменов. Нам здесь хорошо, уютно и тепло. Прошедшие соревнования во дворце спорта города Видное запомнятся всем участникам красочным зажигательным состязанием, в котором команды демонстрировали слаженность, техничность и четкость исполнения своих заданий. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.